Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых дней, имамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духа Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня замечательный повод несколько слов сказать женщинам и девочкам, будущим мамам, когда-то бабушкам и нынешним женам, сестрам, матерям. Сказать огромные слова благодарности. Ну, потому что Бог через вас этот мир делает светлее. В этом мире есть любовь. И если она сохраняется, то во многом благодаря вам. У нас периодически проходят встречи с новыми добровольцами. Это недавно проходила очередная, я вспоминаю песню, что, в общем, говорят, что на 10 девчонок, по традиции 9 ребят. И я так осматриваю, сидит человек 15 добровольцев, и из них только один мужеского пола, а остальные девчата, ну, разного возраста. И я понимаю, что женское сердце, оно устроено, ну, совсем по-другому, чем мужское. Что там какие-то особые характеристики и качества собрал Господь и наделил женщину, потому что она, по замыслу Божьему, сотрудница ему в созидании жизни и в созидании любви. Поэтому небольшой подарок — стихотворение Роберта Рождественского. «Чудо! Так полыхнуло с плеча сполна над голубым прудом. Два человека, он и она, были виновны в том. В доме напротив полночный лифт взвился до чердака. Свет был таким, что мельчайший шрифт читался наверняка. Так полыхнуло, так занялось, весной ли огнем, не понять. И о потомстве подумал лось, и заяц решил линять. Землю пробили усики трав и посверлили лучи, тотчас об этом чуде узнав, поспешили с юга грачи. На лентах сейсмографов стала видна нервная полоса. Два человека, он и она, глядели друг другу в глаза. Реки набухли, народ бежал и жмурился от тепла. Кто-то кричал «Пожар! Пожар!». А это любовь была. Да, как она рождается, любовь в этом сердце. Вы же знаете, что счастливую жизнь могут строить только счастливые люди. А счастливыми люди становятся чаще всего в семье. Конечно, бывают какие-то редкие-редкие исключения, когда человек может быть счастлив сам по себе. Но это особый путь, и то в его счастье участвует Господь. Это называются иноки, иные люди. А в основном люди обретают счастье в семье. А семью, ну как это не парадоксально строит женщина? Она хранительница, созидательница уклада жизни. Она хранительница, как говорят, домашнего очага. Она мужу рассказывает, как нужно с ней строить отношения. Ну, потому что мужчины, они, ну, достаточно такие простые создания. Во многом неприхотливые. Медведь особо из берлоги вылазить не будет. Но если ему необходимо только заботиться о медвежатах, о медведицах, тогда он идиот. А так мужчина не особо прихотлив. Для себя мало что ему нужно. Ну, небольшой уголок, там, пару брюк, туфли, которые он будет носить, там, до дыр. Ну, и, в общем, очень немного для быта. И только тогда, когда в его жизни появляется та, ради которой он готов на подвиги, он начинает, ну, действительно, подвиги своей жизни. Когда появляется вдохновительница. И мужчине так важно, очень важно осознавать себя нужным. Ему важно слышать слова благодарности. А что-то я так это переключился. Женский же день. Ну, да, потому что мы же, каждый смотрит на жизни своего. И иногда мы смотрим и думаем, что же он не понимает? Что он не понимает? Ну, вот идут по улице двое. И как женщина спросит. Ты случайно не хочешь покушать? Тут скажет, нет. Ну, как это непонятно? Ну, ведь я подвела к тому, что надо зайти в эту кафешку. Ну, да, но мужчина, он простой, как три рубля. Если ему прямо спросить, давай перекусим, он прямо скажет, давай. И вот эта удивительная история, что жизнь в семье, она создается женщиной, которая умеет мудро, деликатно, в качестве не навязчивого какого-то закона или правила, или указа, а доброго совета. А как лучше подвинуть мужской ум в ту или иную сторону? И вот эта мудрость, она часто является основой счастливой семейной жизни. Это целая наука, которую, конечно, важно постигать, потому что мудрость, она не приходит с рождением, она приходит с опытом, с умением наблюдать за счастливыми семьями, умением читать нужные книги, умением учиться у наставников, у которых есть опыт. Я очень хочу пожелать, чтобы все были счастливы, чтобы женщины были счастливы, и чтобы они создавали условия для жизни счастливых детей, чтобы дети росли в любви, в согласии, введена мысль, душ и телес, как говорится в чине, венчание. Будьте любимы, будьте Богом хранимы и будьте счастливы. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!